Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И машины, которые в принципе живут в Египте Не очень хорошо относятся к женщинам Самое красивое в мире море Это уже достаточно Если наши мужчины отдыхают в Египте Ты на них не обратишь внимание? Ну, да Я была один раз, мне не понравилось В смысле страна Или мужчина? Мне не понравилась страна, мне не понравились мужчины, которые там отдыхают. Бухгалтер сложная. Девушка. Ну, Египет, ты уже прошел, так что? Ну, ты будешь ей прокататься на кайте. По более экзотическим странам. У меня сформировалось мнение по поводу того, что когда я отдыхала, что там были люди, которые не умеют себя вести в обществе. И я на таких людей не обращаю внимание. Нет, а из наших ведь людей отдыхающих в Форт-Эдем-Арме можно встретить, которые не умеют себя вести, не знаю, в Лос-Анджелесе. Они просто не умеют себя вести. А есть люди, которые умеют себя вести, вам не повезло. Может быть, вы не в той компании были. Скорее всего, вы правы. То есть она ездила в Египет, она сделала умозаключение. Что она ведет мужчин за дешевый. А почему она тогда сама туда ездила? Ну, давайте вспомним вашу историю. Ой, давайте вспомним. Брат один и брат два. Брат один и брат два. С первым братом не получилось. А с вторым закрутилось, но, к сожалению, тоже не получилось. Итак, у вас отношения с молодым человеком. И все у вас прекрасно. Да, и все прекрасно. Не очень прекрасный для этого молодого человека день. Вы не поехали в машине с его братом. Да. Брат этот сидел за рулем. Влюбилась. Ну, во что вы, в спину влюбились или во что вы, в руки? Влюбилась в харизматичность, которая сходила от этого человека. То есть тряслись коленки, сидели сзади. Влюбилась, было сердце, было 20 лет. Была любовь. Ну, это не любовь, это сносил иголок, гормон называется. Знаете, да? Да. Может быть. Да. И поехали на дачу, отдыхали. Общались целый вечер, не зная друг друга. И в тот вечер сложилось впечатление, что мы знаем друг друга лет, ну, 10 точно. То есть у нас были общие интересы. Потому что у него тоже разыгралась гармонь-то? Ну, не было ничего такого. Ну, как же, вы когда там притомились, он вам массировал ноги? Ну, это было задолго после, после того, как у нас, в принципе, отношения с первым братом закончились, когда уже там начались ухаживания, это было здесь. Не закончились, можно сказать. Они немножечко были параллельно. Да, я не буду локалить. Только этот парень ваш не был в курсе, что они к концу подходят эти отношения? Да, не был в курсе, но так получилось, что судьба взяла свое, гормоны, как вы говорите, взяли свое. Да, вот обоюдная, да, такая была тяга друг к другу? Угу. А когда все-таки решили вы рассекретить ваши отношения? Ну, я сначала, естественно, рассталась с его братом, ну, с первым, которым встречались. Мы поговорили и пришли к выводу, что просто, ну, нет смысла продолжать отношения. После чего его, ну, второй, брат-два, начал за мной ухаживать. Он ухаживал порядка, там, трех месяцев, и после этого мы начали общаться. Вы хотите сказать, что после того, как вас друг к другу тянуло, и были массаж ног, и всякие эти переглядушки, вы три месяца томились в розь? Ну, конечно, нет. Ну, вообще, да, потому что мне, например, было как-то, для меня это было в новинку, встречаться с одним человеком, да, а потом бац, и это брат двоюродный. В принципе, это неправильно. Короче, она мутилась дыма? Да. Одновременно. Когда вы с ним сошлись? Когда мы с ним сошлись. То у вас было все прекрасно? Да, было все хорошо. А брат один не повесился от горя? Нет, я вам скажу, что мы, в принципе, общались совершенно хорошо, и до сих пор общаемся. То есть, это такое ощущение, вот у меня сложилось. С его стороны не было любви? Может быть, он даже перекрестился, ему и легче стало? Я думаю, что, в принципе, в первых отношениях не было любви. Это была симпатия, просто она не выросла ни во что. А вторые отношения, я считаю, что можно назвать любовью, потому что это было взаимно. И вот у вас все безоблачно, прекрасно, вы друг друга любите. Первый вам не строит козни, не наезжает, с братом не выясняет отношения. А что стало? Первый звоночек, второй, третий. Первый звоночек стало, это то, что я тогда училась, не работала. Я думаю, что у меня было много свободного времени человеку, чего-то просто не хватало. Я чего-то не додавала. Может быть, я была где-то в чем-то более-менее, ну, не так сильно проинформирована. Потом, ну, я не могу сказать, что в бытовом характере были проблемы, потому что я люблю готовить. Я создаю домашний уют. Потом мы ездили постоянно отдыхать. А он все никак? Ну, как бы спокойно, не делает? Ну, предложения не было, мы, в принципе, даже это не обсуждали. То есть, я думала, что, ну, вот год пройдет. Потом стал пропадать? Да, потом начал задерживаться на работе, начал чаще посещать зал, после зала приходить устававший, хотя для меня это был нонсенс, потому что всегда нормальное было общение. Я начала уже думать, что во мне не так. А потом была ситуация, когда... Мы поехали отдыхать, поехали отмечать нашего близкого друга день рождения. Получилась ситуация, все разъехались. Мы стоим вдвоем, нужно ловить, вызывать такси, чтобы ехать домой. А он захотел догулять? Да, он захотел догулять. И у меня, естественно, как так, блин, меня оставили одну ночь в Москве. Я сказала, так, ты понимаешь, я говорю, если ты сейчас едешь без меня, значит, ты меня больше не увидишь. На что мне ответили? Адьес. Я вызвала такси, поехала домой. Она тебя в Египет с нами точно не отпустит? Вообще точно не отпустит. Вы приехали домой и думаете, ну, наверное, все-таки вот он погорячился. Я сама, дура, виновата, зачем я ему это сказала или ли ждать его? На самом деле нет. А как? Ну, получилось так, что я забыла ключи дома. Мне пришлось его очень долго ждать. Я ему позвонила, он, естественно, через полчаса приехал. Но я думаю, все, легли спать, замяли. Нет, а до этого вы сказали, если ты меня любишь, то приезжай. Да. А он не приехал нифига. Вот вы ему опять звоните и говорите, сижу, мерзну, без ключей, приезжай. Ну, да, он начал говорить, что, ну, ты понимаешь, такси, тут долго. В итоге он приехал такой, а что ты тут делаешь? Типа, почему ты не дома? Я говорю, ну, тебя вообще-то ждала. И он, ну, с таким непонятным лицом. А он говорит, ну, ты же обещала уехать навсегда из моей жизни. Нет, ну, это... А вы, говорит, на ключи забыла и трусы с зубной щеткой. И вот вы приходите спать, ложитесь. Да, мы ложимся спать. А вы ему опять? Нет, нет. Потому что все устали, все хотят спать, вот. А на утро вы ему? А на утро, да, я решила вынести мост. Когда трепанация была очередная, черепа. Да, было, было, было. Решила, ну, спросить, как есть. Потому что я ждала, мы проснулись, я ждала, когда человек мне вообще объяснит, в принципе, как это можно было поступить так с девушкой, с которой ты живешь, с которой ты уважаешь. Вот, если ты сейчас скажешь, что любишь меня, я останусь. Да, был разговор, мы сидели на кухне. А если скажешь, что не любишь, что я уеду. Ну, если дословно, да, было. Если ты меня любишь, давай мы там остаемся, разбираем этот вопрос, там я закрываю глаза. Если нет, я собираю вещи, ухожу. Я не буду жить с мужчином, который меня не уважает. Да, поставил ультиматум, могла бы что-нибудь, ну, да, выкрикнуть в другом ситуации. И вот он достал пузырь, водки. Ну, да, расстроенный, естественно, включил музыку. Очень долго мне ничего по этому поводу не отвечал. Я не понимала вообще, как. Вот, ну, и потом выдал мне, сказал, извини, ты была первая девушка, с которой я жил, которую я, как мне казалось, на тот момент любила. Я никогда тебе не изменяла, не хотела это сделать, но мне кажется, я тебя больше не люблю. У меня просто в шок, потому что, ну, как, ты живешь госчеловеком, и ты за год не можешь понять, любишь ты или не любишь. Вот, ну, как бы, волю в кулак, не плакала, собрала вещи, вызвала такси и уехала к маме. А мне нравится, что она искренне рассказывает. Нет, она ей искренне рассказывает, да. Да, фальшивую. То есть она прям себе там представляет что-то. Было очень тяжело, меня как бы человек не останавливал, что меня, конечно, очень сильно удивило. Вы понимаете, что любовь в один день не проходит? Я понимаю, да. Ну, это начиналось задолго, и он вам пытался каким-то образом объяснить. Не звонил, не говорил, не ехал с вами, не ухаживал, не заботился. Я бы не могла сказать, что он не ухаживал. Просто последние три месяца, да, я чувствовала, что человек... Вы надеялись? Нет, я искала в себе что-то, на самом деле, потому что я любила этого человека, и я думала, может быть, ну, что-то я не знаю. Да, ну, вот любовь так разжижает мозг у девчонок. Ну, может быть, чем-то уже не всегда понимает, что их уже не любят, что пора расставаться. Да. Бывает. А вот вы... Что для вас означает стабильный заработок у мужчины? Стабильный заработок означает, что когда у тебя, грубо говоря, ежемесячно падает определенная сумма. Какая? Ну, я не могу сказать, какая. Не, ну, для вас какая сумма должна быть стабильно капать? Ну, та сумма, которая будет хватать на проживание, да, и если это семьяк, это воспитание. А где проживание будет? В своей квартире, в съемной квартире? Ну, у меня есть квартира в центре Москвы, я сейчас планирую покупать себе еще одну квартиру. То есть вопрос, допустим, жилья, где мне жить, несмотря на то, что я живу сейчас с родителями, это не стоит. Но я считаю, что мужчина должен быть квартирой. Хорошо. Почему сумму вы не можете озвучить? А, то есть она еще сумму называет. Ты посмотри, какая меркантильная. Ага. Я вот не люблю таких девушек. Поднимаешь ли ты ее или нет? Хорошо, Александр, вам 24 года. Хотите замуж? Хочу. У меня две младшие сестры. Я знаю, что такое семья. Я готова к этому. Плюс все мои подруги уже замужние и к счастью с ними детьми. Я правда хочу. Скажите, у вас с годами развелась интуиция? Как вы считаете? Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что я стала более придирчива. Не в плане... Дело не в этом. Вот я, например, в воздухе улавливаю настроение людей, когда я понимаю, что мне там быть не нужно, что я не угодно. У меня не такой опыт, как у вас. Дело не в этом. Я и в 20 лет была очень чувствительная. Я никогда не ломилась туда, где меня не ждали. Никогда не ходила по столикам на фестивали. Никогда. Вот буду сидеть, ждать, когда за мной придут. Это вот мои комплексы и моя интуиция. Вот я такая. Вот как вы считаете, сегодня, если у вас завяжутся отношения, вы почувствуете, что либо любовь прошла, либо мужчина кто-то появился. Вы можете считать? Или у вас вот такая любовь к себе? Нет, меня... Что вы думаете? Вот вы любите и вас тоже обязаны за это? Нет, я со временем пришла к выводу, что нельзя, чтобы в отношениях любил кто-то больше или кто-то меньше, да? А так и будет. Хорошо. Это всегда так будет, но... Санечка, вы понимаете, вообще вы допускаете, что вы можете кому-то не нравиться? Да, конечно. Хорошо. Уже хорошо? Нет, 100%, потому что... Значит, уже прошла эта детскость. Да, это прошло. Ну что? Хорошая невеста, как ты говоришь, с двумя квартирами. Да, неплохая, да. Вы знаете, единственное, что, Александр, я вам посоветую, вот мне нравятся девчонки, может, они у других и вызывают, но у меня тоже немножечко вызывают странные ощущения. Вот девушки из провинции, которые приехали, тюнинг из гламурных журналов сделали, но они, по крайней мере, всегда будут с результатом, потому что они чётко понимают, сколько должен быть, какой должен быть бюджет ежемесячный у мужчины. Вот, Росс, я никогда не загадывала себе мужчину с каким-то определённым достатком, но, тем не менее, вышла замуж, вообще меня это не интересовало, вышла замуж и себя прекрасно чувствую в отношении. Ну, времена поменялись, в советские времена все были бедные или ещё беднее, понимаешь? Сегодня всё по-другому, поэтому нельзя жить в прошлом. Сегодня, правда, всех интересует, у кого что есть, поэтому чего мы будем глаза на этой закрывать и говорить, единственное, о любви? Ну, это нормально, потому что, если, допустим, мужчина ездит на машине за 6 миллионов, но при этом живёт в съёмной квартире, для меня это, честно, непонятно. Это неадекватно. Это неадекватно. По поводу вопроса, сколько в месяц, понимаете, если я сейчас скажу сейчас 100, и мне мужчина будет, как минимум, приносить 100 в месяц стандартно, у меня запросы вырастут, и мне будет уже мало 100. Поэтому адекватную сумму я сейчас, к сожалению, не могу сказать. Да ты охренела, что ли? Столько, смотри. Что же я, он мне должен приносить. У меня зарплата всего такая, я ещё должен приносить. Я думаю, что Саша ищет не столько обеспеченного мужчину, сколько со взглядом на будущее, потому что у неё были же отношения, где человек не был готов к тому, чтобы завязывать какой-то брак, заводить детей. И я думаю, она пришла не за деньгами, не за... Послушайте, знаете, как и количество голодранцев, которые приходят к нам без квартир, без всего, но у них взгляды на будущее одни, хотят жениться. Нет, понимаете, взгляды на будущее у всех есть. Но если у тебя мужского стержня нету в плане того, что ты должен понимать, что ты должен обеспечивать, зарабатывать и дальше развиваться, пусть даже это вместе будет или одиночно, то о смысла говорить? Мумию после её слов в гробницах переворачиваются в Тудунхамон там. А тип такой внешний? Вот, например, я, смотрите, я, например, не люблю мужчин-болтунов, я не люблю таких очень весёлых, лёгких, душа компаний. Я люблю молчунов, серьёзных, ближе к суровым даже, я бы сказала. Вот таких очень спокойных. А вы, какой тип внешний вам нравится? Внешний не могу сказать, потому что в 20 лет выбирала симпатичных мальчиков, честно. Очень сильно обжигала, сейчас я стараю общаться. Мне нужно считать, чтобы он был начитанный, чтобы он был интересный, чтобы он был где-то даже, наверное, сдержанный, потому что я не люблю вот эту казушность, там, обнялись, поцеловались. То есть я считаю, что это должно быть дома. Спасибо, будем такого искать. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. В эфире «Давай пошелимся» у нас в студии Александра. Встречайте первого жениха. Привет. Здравствуй. Меня зовут Вячеслав. Очень приятно. Это тебе цветной подарок. Спасибо большое. Ты очень обворожительна. Спасибо. Мне очень понравился этот такой мягкий, тёплый подарочек. Ой, это очень мило. Спасибо большое. Спасибо. Вячеслав. 28 лет. Инженер в строительной компании. Любит экстремальные виды спорта, гордится своими кулинарными способностями. Мечтает о доме у большого водоёма. Предупреждает, что у его избранницы должно быть хорошее обоняние. 8 лет не мог расстаться со своей возлюбленной, но когда понял, что она прибегла к помощи магии, с лёгкостью сказал ей «прощай». Надеется, что Александра не обманет его чувств. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу представить свою сестру, Екатерину и своего друга Илья. Очень приятно. Ну и у меня есть небольшие сюрпризы. Спасибо. 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 Поздравляйте. Спасибо. Сладкий прижим. Она что, сделала вашу куклу Вуду и каждый раз, когда вы собирались от неё, хотя она раз с иголочками такая, цик-цик-цик-цик. Мы почему-то за ночь начинали встречаться. Так это вы её, потому что возвращали. Ну это всё сипа. Хотя вот вы же были абсолютно разные. Но сейчас-то, сейчас мы расстались. Что вы такой шустрый. Так вы расстались, ещё бы. Вот вы говорите шустрый в такой, да, а она и длительная. Да, у нас была большая разница темпераментов, и меня это не напрягло. Значит точно, значит точно не магия. Давайте вот конкретно. Вот когда вы в какой ситуации от неё решили уйти первый раз? Когда я не видел от неё никакой поддержки по тому, чего я хочу. Я хочу, предположим, каждый день вечером гулять. Я люблю посещать активные мероприятия. Ну и экстрим в моей жизни много что занимает. Я катаюсь на горных лыжах, на сноутборде, на скейтборде. У меня с мотоцикл есть. Экстрима. Она такая в голове просчитала. Вот так. Купить это, это надо много дней. Лежит, что бы купить это всё. Значит квадрик 300-400, мотик там 200-300. Да. Как нам красиво переоформят на меня. Когда я постоянно куда-то двигаюсь, пойдём? Нет. Пойдём? Нет. Или даже не было ответа «нет». Был такой нейтральный ответ «не да, не да». Ну хорошо, но вы хотели от неё уйти. Да, я к ней подходил, мы с ней встречались, я говорю, надо прервать отношения, так дальше продолжаться не может. Она говорит, ну иди, если хочешь, мне-то чё. И вы думали, правда, думать вы накатаетесь на лыжах, пойду опять к ней, вот тянет. Так было, да? Она, ну чё, пришёл что ли? Были случаи, которые опять вот почему-то вы соединяли. Например, мы не встречались там два года, и был такой случай, что… Нифига себе разручивать, я думала неделя, а она всё в том же зимороженном состоянии, вот как два года. Два-то и года? Вот сестра кивает, что да. Да, я не знаю, что там было, мы с ней позвонили, говорят, мы нашли телефон, как бы вот вы единственный абонент, то есть доступен из списка, мне описывают телефон, я понимаю, что, скорее всего, это её. Встречаюсь с человеком, забираю телефон, пишу ей на электронную почту, она откликается, я ей передаю телефон, как бы у нас опять какое-то там завязывается небольшое общение. Вот такие случаи, они как бы начинали общение, а потом… А потом вы её ревновали до полусмерти, и вам казалось, что она даёт повод. Чувство ревности – это особое чувство, и я бы не сказал, что оно во мне вот выражается на сто процентов. Не, ну когда она в машине, она заехала… Были скользкие ситуации, да, 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 вот расскажите эту историю. Были скользкие ситуации, у неё был корпоратив, я пришёл после корпоратива встречать её дома, зима, мороз, я её жду у подъезда, в подъезд я не захожу, как бы по времени после корпоратива она должна уже приехать. Я ей звоню недоступно. Так, после корпоратива недоступно. В итоге приезжает машина, её кто-то довёз, никаких комментариев не было. Но данная ситуация меня немножко как бы смутила в её откровенности ко мне. Но коллега довёз, этот же тот, кто её довёз, он не поднялся же с ней в квартиру. Но она не так посмотрела, что Слава сразу догадался, что не просто так она… Если бы это довозил коллегу, он бы довёз до подъезда. Да. Она бы спокойным ритмом, спокойно дошла до дома. То есть была какая-то суета, был неадекватный взгляд. А люди не закончились, задержались, да, получается? Что? А задержались, получается? Да, они задержались, и был какой-то неадекватный взгляд. Миша мой стоит там, и вот не хочу с ним сейчас в выезде нудить. Четыре с половиной часа. Поэтому, ребят, спасибо, что довезли, вы давайте, а я пойду с ним разбираться. Может, это было так? Ну, зачем разбираться? Я сделал то, что нужно, подарил цветы, сказал, ну… Почему ушёл? Почему ушёл? Ну что, она никакого преступления не совершила? Нет, я же не говорю, что было преступление. И ушёл опять. А потом опять вернулся. А потом уже, наверное, я перестал возвращаться, потому что понял, что мне и с ней, и без неё плохо. И друзья тут стали говорить, что она тебя, Славка, приворожила. И вот тут я это понял, что, наверное, в этом есть доля правды. Почитал интернет, нашёл какие-то признаки общие. Ну что у вас, похудание резко случилось, или волосы выпадали? Нет, без неё. Вот это было бы таким ярким признаком магии. Похудание у меня, да, а волосы выпадают у меня. Гипеткат для вас съездил. У меня есть даже такая старая мечта. Я хочу съездить где-то на сэшн, около двух-трёх недель в Египет, покататься на кайте. И в Египетке меня интересует два места. Я хочу посетить Каир. Это музей, где есть у нас мумии и очень древние сокровища. И второе место? Помимо отдыха... Второе место? Их много, там несколько музеев. Нет, нет, вы сказали, хочу посетить два места. А для девушки Египет – это исключительно отель и пляж. Я смотрю, не отель и пляж. Отдых не бывает у нас отеля. Ну, все для себя определяют отдых. Нет, я согласна. Мы когда в прошлый раз в Египет ездили, извините, что я вас, Вячеслав, перебила, мы ездили кататься на вейкборде. Знакомый, да, с тем? А вы в Каире были? Вы историю? Нет, нет. Ну, вот мы просто целенаправильно ездили кататься на вейкборде, и у меня неправильно сформировано мнение, видимо, этой станет произошло. А на чем катались? Вейкборд. А кто так? Понимаете, вейкборд – это доска, который расстается. Помимо побережья, есть же еще. Очень много всяких интересных мест. Я согласна, да. Все, Египет не любит, я все, не любит. Я вообще хотел, чтобы к этому Египту приезжался. А оно мне действительно очень много. Хороших мест. Да и не из принципа, а не только Египет. Я считаю, что Египет – это не дешевая страна. А дешево, значит, не круто. А есть какие-то вопросы к Александре? У меня столько вопросов было, я сейчас смотрю, меня не вообще. Нет, нет, давай, не смотри, задавай. Вот что тебя интересует? Потому что все привыкли, у меня вот проблема по жизни, все привыкли видеть картинку во мне. Я хочу, чтобы видели, что у меня здесь. А вы картинка имеете в виду, что вы красивая? Я не говорю, что я красивая. Вот просто я часто это очень слышу, меня это, честно, начинает просто раздражать. Потому что я хочу, чтобы меня заглянули сюда. Ты знаешь, я просто практически все время сидел и молчал, потому что я смотрел на тебя и пытался вот… А слеп, что ли, от красоты? А слеп. У меня это очень лестно, спасибо. Пытался… Я не вижу в тебе картинки, и я в тебе вижу намного больше качеств. Надо было сказать, я не вижу в тебе красоты, я вижу в тебе душу, потому что душа у тебя есть, а красоты нет. Вот скажите хоть раз. Да, с этими девушками, которые хотят, чтобы в них разглядели, это… Нет, дело не в этом, просто когда девушка заявляет, ну, хочу, чтобы вам не душу разглядели. Я такая красивая, а вот за этой красотой… И если ей хотя бы один мужчина скажет, да нет в тебе никакой красоты, а душа у тебя прекрасная, представляете, что с ней будет? Кошмар. Если мужчина возьмёт в них на вооружение, это будет просто ужас. Да. А бюджет месяц у вас какой? Как я тебя, Роза, люблю. Я в ближайшее время планирую покупать квартиру, поэтому у меня сейчас бюджет месяца на неё рассчитан, и он у меня… А вы древо? А, хорошо. Да, конечно. Да у неё душа гнилая. Деньги. Сто тысяч приносит в месяц. Сто тысяч, сто тысяч, сто тысяч. Мужчина не видит только при себе девушку, а душу никто не знает. Если вот вы сейчас мне не покажете сюрприз, то я о вас буду говорить не очень. Показывайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам, друзья мои. Ждите решения Александра в твоей комнате. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Такие сложные отношения у него были. Немножко не поняли суть истории. Одно хорошо, что оно закончилось. Мне не понравился стриптиз, если честно. Я не люблю мужской стриптиз. Да это обычный стриптиз и из биджама галки. Но смысл вообще, в принципе, подачи, и пока мы танцевали, мы пообщался, человек расположил к себе. Но я думаю, что... Так это же была шутка. Нет, я понимаю, что это была шутка. Это же была такая игривая форма, он все понимает про себя. Ну да, но это откровенно было показано. Нет, это прикольно. А что показано? Ты я сидела и ждала, когда покажешь. Это не стриптиз был. Да, это что-то просто... Это было вступление. Ну что ты скажешь? Да хороший молодой человек. Нет, хорошим исполняем. Единственное, что он склонен зависать в гражданских браках надолго. Или вообще в отношениях без их развития. Луна в рыбах в седьмом доме. Это вот просто классика жанра. Если была бы девушка, я бы ей сочувствовала. А у молодого человека есть средства контроля. Его вторая половина, его девушка. Если займете как раз вы активную жизненную позицию, и будете, ну не сразу, но через какое-то время поступательное отношение развивать, я считаю, что это один из очень неплохих кандидатов. Тем более, что для него скорпионы, и женщины, и мужчины, это контролирующие люди. То есть те, кто пытается им управлять и может им управлять. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут наша невеста встретится со вторым женихом. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Александра. Встречайте второго жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Рад знакомиться с тобой. Очень приятно. Рад. Проходите, спасибо. Андрей, 27 лет. Индивидуальный предприниматель. Гордится тем, что похудел на 25 килограммов. Мечтает о статусном автомобиле и пентхаусе. Предупреждает, что не готов долго ждать интимной близости. Признается, что изредка врет. Андрей решил спасти симпатичную грабительницу от тюрьмы. А она посоветовала ему обратиться в программу «Давай поженимся». Надеется, что не зря последовал ее совету. А вы всех вообще спасаете? Или только тех, кто знает о нашей программе и симпатичных? Ситуация была очень такая необычная. Мы сидели, вот мои друзья Максим, Александр, сидели дома и наблюдали за передачей происшествия. И новость была о том, что модель из города Центральной России ограбила мини-кредитную организацию. Я-то думал, что она вынесла оттуда миллионов 10-20, а там оказывается, что 100 тысяч рублей. Я узнал имя этой девушки и нашел ее в социальной сети. Написал, сказал, что так и так, давай дружить. Три рубля. Ответ пришел через три месяца примерно. Что да, я такая-то, такая-то, была я. Отсидела, не говори. Нет, это был пиар. А для чего это нужно было? Для карьерного роста ее... Чтобы ее воровкой объявили, это карьерный рост? Пиар, черный пиар. Черный пиар, который... Потому что это как бы нажалось, думаете, если девушка 100 тысяч всего, значит, ей нужно помочь. Да, да, да. А прям хороша с собой была? Ну, я посмотрел фотки в интернете. Полный макимейк пошла грабить, да? Да, 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 да. Потому что если вы несчастная или... В чулке на голове ограбила. Андрей, а вы ей чем хотели помочь? Деньгами, что ли? Деньгами, ну, можно духовно как-то поддержать. Духовно? Морально. Чувак нашел по объявлению девушку, вызвонил, начался не общаться. И даже не знает, кем она работает? Чувак сидел, ждал повода, чтобы познакомиться, нашел повод по фотографии. А скажите, пожалуйста, вам зачем нужна девушка, чтобы у нее вообще-то автомобиль был? У вас своего, что нет? Почему? Есть. А зачем ее возить, чтобы она была пустяна в своем езде? Пускай сама ездить, да? Я на бензин буду давать на сервисное обслуживание, буду выделять какие-то средства. Ну, я поняла так уже, как в одном фильме вам деньги ляжку жгут. Вы не знаете, куда то сто тысяч пристроить, то еще. Нет, нет, нет. И у вас вторая девушка была, которую вы содержали. Ну как, помогали финансово. Возили ее там в домикады. Сразу один разок. Покупали, все, дарили. А потом, когда деньги кончились, она сказала? До свидания. Андрюха, копи теперь. До следующей встречи. До новых встреч. До новых встреч. Тоже красивенькая, наверное, была, да? Красивенькая, симпатичная, хорошая, добрая. Но основано все на материальном... А не пробовали просто с хорошей девушкой? Просто с хорошей девушкой. Покажите мне, я заберу ее сразу и убегу. Я не знаю, например, где. Ну, роза, может быть, там. А вот, у меня даже девушка есть, вот одна из них. Приготовили нам сюрприз? Сюрприз есть, да. Ой, давайте посмотрим. Давайте. Предлагаю тебе устроить черепаший забег. Кто первый прибежит из этих двух черепашек? А моя большая или маленькая? Ты можешь выбрать. Можно ее маленькую? Все-таки сегодня хрупкое сознание. Так что будет-то, кто первый прибежит? Кто первый прибегает, тот и главный в семье. Раз. На старт, внимание, марш. Давайте. Пожалуйста, нет, у меня влево куда-то уходит. Иди, Солочко. А нельзя, нельзя подтягивать. Не может. Она разворачивает. Она не хочет с тобой идти. Хочет, хочет. Она не хочет. Взмани ее. Чем не постучи. Она уходит. Давай, давай. Надо уходить. Давай. О, смотри, а это быстрее идет. А, давай, подталкивай ее, подталкивай ее. Она разворачивает. Она уходит. Ну, что, мне, тяни там обратно. Ну, что, я... Я нырнусь, я нырнусь. Я не могу уже сделать. Она все равно. Давай, давай, идти сюда. Ну, она весь, она быстрее. Она опять назад. Она, я вижу, наоборот, на другой стороне встречается. Она пугается. Игон. Она расцветла. Отдаем победу Александре. Спасибо, Андрюша. Забирай своих друзей-черепашек. Ань. Мне кажется, Саше не понравился жених. А у вас есть парень? Да, у меня есть долгие отношения уже достаточно. То есть у вас есть парень, а Александре не надо. Да чем это он вам не понравился? Не понравился? Мне кажется, он вообще пришел выгодить ту модель, которой он помог. Ну, мы ему задали вопрос, он ответил. Честно. Лучше в первый день узнать, чем. Он написал, это в анкете. Ну, в анкете. И совсем другое. Александра, что, прямо не мог? Нет. Ну, как бы, если первый еще кандидат меня импонирует, этот человек мне... Нет, у меня даже черепаха обратно на старт бежала. Да, да, да. То есть на самом деле это нужно отнести именно к вашему эмоциональному настрою. Я найду девушку без заморочек. Зачем нужна? Какая такая претензия? Тихо, тихо, тихо. Молодой человек, внешне благополучный, который когда-нибудь обязательно удачно женится. Но под этим всем есть несколько пораженных женских планет. Он на самом деле внутренне очень агрессивен по отношению к женщинам. У него действительно потребительское отношение к женщине, потому что он внутри себя уверен, что женщина потребительница по отношению к мужчинам. Поэтому все отношения... Попадались. Крутились. Ты знаешь, мужчины выбирают определенных женщин. Выбирают моделей, падких до денег, а потом сами страдают и стенают от того, что вот те самые деньги, которые жгли карман, потраченные на эту самую модель. Поэтому просто как только он начнет выбирать других женщин, а это произойдет, как только он перестанет презирать женщин, и отношение к нему будет другое. Ну а что тебе мне не понравилось? Абсолютно все. На сто процентов, да? Да. Начиная от внешности, заканчивая ее манерой. Встречайте третьего жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуй, Александра. Привет. Я Андрей. Очень приятно, Андрей. Я пришел в фильм без подарков, без цветов, не одетый. Я хотел показаться таким, какой я есть на самом деле. Это очень радостно. Простой, забавный и веселый. Спасибо. Андрей, 26 лет. Старший менеджер в мебельной компании. Гордится спортивными наградами и высоким ростом. Мечтает о квартире с большой ванной. Признается, что однолюб. Предупреждает, что ему нельзя часто звонить. Возлюбленная постоянно ставила Андрея условия. Понял, что не готов идти на компромисс и расстался с ней. Надеется, что с Александрой они смогут договориться. Здравствуйте. Какие-то вам условия нельзя ставить? Не люблю большой контроль над собой. Когда мне часто звонят, когда я трубку неудобно, например, взять или отвечать, и уделять чрезмерное внимание, когда это неудобно. Андрюшка, а зачем вам девушка, с которой вы не собираетесь жить, строить планы на будущее? Ну, как, нет. С девушкой собирался строить отношения, но в будущем понял, что не подходим друг к другу. Она бежала впереди паровоза, да? Ну, можно сказать, да. Торопила? Вначале было все хорошо, очень великолепно, друг другу все нравились. Было прекрасное свидание, гуляние, различные прогулки по красивым местам. Встречи до утра, она встречали рассветы вместе. Но со временем это все переелось уже, понял, что интересы друг другу не совпадают. Ну, она наставила на том, чтобы вместе жить, контролировала, звонила. Да, хотела... Не нравилась ваша работа. Ну, расскажите. Все вместе. Ну, не нравилась ей моя работа. Я работал в то время специалистом по акваку в культуре. Это установка, запуск и обслуживание аквариумов различных категорий. А она хотела, чтобы вы кем работали? В какой-то более серьезной компании, с более высокой должностью и с более большим заработком. Вот это для нее будет являться, наверное, одним из определяющих факторов. Что? Ну, карьерный рост, стабильная зарплата, стабильность. Да нет, я думаю, что нет. А вам все нравилось? Ну, я пытался войти в ее положение, найти общие интересы, потому что девушка была очень действительно хорошая, красивая, активная. Но в будущем я понял, что не мое это и не хотел. То есть ее уже применять с собой и себя ею. А интерес, какие у вас общие? Гуляли вместе, отдыхали, фильмы различные. Вы же про 7 лет занимались профессиональным баскетболом, да, Витя? И сейчас вы тоже без тренировок не можете, скажем так. Нет, я профессиональный спортсмен. Значит, вот ваш, правильно я понимаю, что ваша девушка должна тоже как минимум в фитнес ходить? Да, быть спортивной. Держать себя в форме, следить с собой. В фитнесе, вот. Спорт – это хорошо. Мам, мы про твои тренировки ничего не скажем? Тренировки – штука такая. А сейчас вы занимаетесь в мебели, да? Да, работаю в крупной мебельной компании, руководителем. А что лучше все продается, а? Я работаю именно, продаю, то есть матрас и кровать. У меня в подчинении несколько, точнее, несколько, много человек. То есть матрас хорошо продается? Матрас и кровать из полиции. Да, потому что они изнашивают себе свое тело. А что, правильно сказать, где отдыхаете, как относитесь к Египту? Были ли вы там? Был в Египте и пробовал отдых, который вот как раз Александре не нравится. Он мне тоже не понравился. Я говорила, что он мне не нравится. Ну, уже нравится парень, и уже и не говорила, что не нравится. Нет. Да, да, да. Я сказала, что мне не понравилась страна тем, что я увидела ее со стороны той, в какие там живут мужчины. Нет, вы сказали, что вы не обратите внимание на мужчину, который ездит отдыхать в Египет. Да что она с этим Египтом? Где сюда домой шла? Там есть крутые отели, хорошие отели, красивые море, бассейны. Слушай, а может она там вообще не была? Что еще любите вообще? Какие планы на жизнь? Вам 26 лет, вы прекрасный молодой человек. Мне хочется, чтобы вы сидели вот по эту сторону, чтобы за вас боролись достойно. Ну, рассказывайте, какой вы. Друзья, хвалите или ругайте. Забыл очень крови человек. Смотри, у нас душа компании, где бы он ни был. Это мой друг Романов, мой друг Дмитрий. Очень приятно. Ну, а что? Вот на что он вас, так сказать, может сподвигнуть? На что сгоношить? Вот звонит и что? И куда вы едете, собираетесь? Ну, грубо говоря, можно даже на сноуборде съездить. То есть там вечер. Поставил обоих на катание. Да, поехали, съездим, поехали. Едем. То есть здоровый образ жизни, это не то, что пивко потягивает, да? Нет, 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 про меня. Вообще, дурных привычек никаких не курите? Не пью, не курю. Ой, какой молодец. Какой молодец. А живете с родителями? С родителями, да, к сожалению, но планируют в будущем покупать собственную квартиру. А наше образование есть? Есть. Высшее? Высшее. Какое? Туристическое. Бывает высшее туристическое образование? Организовывать тур в Египет. А вот если у вас все сладится, то, ну, пока квартиры нет, снимать будете? Или ждать будете, когда квартира будет? Да, кто-то из нас первый купит. Интересно. Да, возможно. То есть ты рассматриваешь ту ситуацию, что у меня есть, допустим, сейчас, где жить отдельно, и ты готов переехать ко мне жить? Да, потом. Для тебя, то есть это нормальная ситуация? Да, потом поднакопить на свою и дальше планировать дальнейшее действие с моей квартирой. Ну, вот меня этот вопрос как раз интересует, потому что я считаю, что мужчина должен быть заинтересован в том, чтобы привезти женщину к себе. А ему некуда пока привезти? А мне кажется, что на раннем этапе отношений для женщины даже безопаснее и комфортнее мужчину к себе пригласить жить, потому что гораздо более унизительно уезжать потом с чемоданом, если отношения не сложились, а ты девушка, чем выставить мужчину за дверь, например. Я солидарна с вами, да. Я напрягу, потому что он к ней приедет. Сколько вам нужно времени для того, чтобы вам девушка не вскрывала мозг, когда Андрюха в ЗАГС пойдем, а чтобы вы сами сделали ей предложение? Ну, полгода это минимум, тогда, тогда, если чтобы в ЗАГС, год. И за полгода ты сможешь понять, твой человек это или нет. Да. А вам сколько надо? Мне? Деньги? Да, я запуталась. Нет, я просто почему спрашиваю, потому что я тоже не вижу... А по мне, чем быстрее, лучше там разбираться. Ну, вот я и хотела сказать, что я не вижу смысла опять год встречаться, тратить время и думать, надо ли надо. Чем быстрее сюрприз, тем быстрее начнем вам кости перемывать. Александра, я знаю, что ты хотела открыть свою специарию в Италии. И как любая хозяйка кафе в Италии, мой друг Винченци научит готовить тебя одно из национальных блюд Италии – пицца. Отлично. Молодец. Посмотрите, что вы потом... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Проходите к нам, а вам просто огромное спасибо. 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 Спасибо, друзья мои. Скоро узнаете, кого Александра выбрала. Теперь пока в комнате все. Подождите. Его по имени не представил. Представил вообще-то. Что скажете, Анна? Мне кажется, очень добрый и порядочный парень. Можно присмотреться. Субтитры создавал DimaTorzok Гирей прямо на ногу падать, делать все для того, чтобы он присмотрелся к вашей подруге. Вы присмотрели. Вы смешите. Что вы скажете, Александра? Молодой человек мне импонирует, но я просто считаю, что все-таки он еще молод. Зелен виноград, конечно. Да, я думаю, что нужно... Зелен виноград. Чуть-чуть ему еще, может быть, попробовать настоящей семейной жизни, чтобы понять, что он готов. Ну, вот... Нет, мальчик, правда, очень хороший. Какой же мальчик ему 26 лет? Он на два года вас старше. Ну, я не вижу его 26 лет. Я вижу ему лет 19-20. Ну, как я был? Отлично, красавчик. Я был великолепен. Лучше всех. Александра, это такой потрясающий парень, за которого нужно бороться, себя пытаться переделать, если есть какие-то недостатки, и все на них указывают. Я вас услышу. Сделать все, чтобы понравиться ему, потому что он необыкновенный. Он взрослый, рассудительный, 26-летний, с прекрасными друзьями. Я могу его достоинство перечислять очень долго. Ну, про вредные привычки я уже вообще не говорю. Спортсмен, какой сюрприз приготовил. Он восхитительный. Правда говорит. Мне кажется, просто он вам так понравился, что вы растерялись, и поэтому сейчас морозите одну глупость за другой. Вот и все. Потому что в вас что-то такое сидит, что не дает вам право сказать. Я даже не мечтала о таком парне, как он. Да чудесный молодой человек, спору нет. Но девушку себе ищет спокойный и очень уравновешенный внутренний. Вы человек другой. Вы человек метущийся, восприимчивый, тревожный, нервноватый временами. И надо сказать, что он при всех своих чудесных качествах все-таки не совсем ваш типаж и не совсем то, что вы от жизни ожидали. Ведь вы сейчас, как женщина умная, видите его достоинство, но понимаете, что это не то, что зеленый виноград, это не ваш виноград. Врет. 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 Не врет. Клевета. Я самый лучший. Через несколько минут мы узнаем, в какую из дверей постучится наша невеста. Оставайтесь с нами. Они говорят, что хотят семьи, а по факту я не думаю, что они… Ты просто не доверяешь. Да, я не доверяю, потому что меня кидали очень много, мне сделали больно в этой жизни. Ну надо думать. Не знаю. Я просто… Ну вот, знаешь, вот последнее время напомнил твоего друга хоккеистом. Да. Вот вообще один в один, да? Денис, мой друг. Денис. Денис. Ну да, это второй друг, да. Нет. Он, правда, очень хороший. Мы видели трех женихов, и у вас есть время посоветоваться. Что ты думаешь? Как тебе первый? Кого советуете? Я думаю, что первый вариант тебе больше подойдет, потому что у человека горели глаза, у него был интерес. Хоть и сложная история у него как бы с девушкой его бывшей, но тем не менее он пробовал с кем-то жить уже в серьезных отношениях. В других случаях я этого не увидела и не услышала. Наверное, лучше первый, потому что у него есть опыт. То, чего ты ищешь. Спасибо, поняла. Подожди, не радуйся, все скажут еще. Александра? Я думаю… Я думаю… Нет, ну уже надо сказать. Что понравилось и почему. Не могу сказать ответ, потому что я мечусь между двумя вариантами. Между каким? Между кем и кем? Между первым и вторым. Между первым и вторым? Ой, между первым и последним. Ну, между первым и третьим. Между Вячеславом и Андреем. Мне просто кажется, что с Андреем мы можем быть хорошими именно друзьями. Зачем вам такой друг? И зачем Андрею вы в подруге? Для чего? У него уже есть и друзья, и подруги. Им нужна женщина. Вот я поэтому не думаю, что есть смысл мне выходить за Андреем, потому что у меня есть уже такой друг, хороший Денис. Они, правда, даже внешне похожи. Хорошо, Роза. Ну, Александра, я могу вас охарактеризовать как девушку выносливую. То есть ту, которую и мусор может вынести, и мозг в том числе. Да, это я люблю. Соответственно, Вячеслав вам подходит, инженер строительной компании, потому что и к мусору привык, и к выносу мозга ни один дом не построишь без выноса. Поэтому очень даже. Вячеслав. Ну и не нужна, где такая, которая мозг выносит. Ну да. Я про каждого из женихов уже сказала, но меня смущает тот период жизни, который вы сейчас проживаете. Вот как Роза говорит, что невеста товар, вы для нас сложный товар, в том смысле, что в ближайшие полтора года вы проживаете большой-большой период глубоких изменений себя как женщины. И мужчины, которые в это время к женщине приходят, обычно в её жизни потом не задерживаются. Но они выполняют очень важную функцию. Они её меняют. Они очень сильно сдвигают представление в какую-то другую сторону. Это, по сути, период вашего возрастления, в хорошем смысле слова. Поэтому я, с одной стороны, хотела бы вам порекомендовать Вячеслава и сказать о том, что Андрей не совсем ваш тип. Но я понимаю, что куда бы вы ни зашли, вряд ли вам через полтора года эти отношения удастся сохранить именно с этими мужчинами. Но всё равно вы должны делать выбор. Отношения всё равно должны быть. Вы только должны представить их сейчас себе в голове и подумать, кто из них вас больше может изменить, кто из них для вас более неожиданный и от кого вы хотели бы чему-то научиться. Смотри, а меня выберет. Есть несколько шагов, которые вас отделяют, может быть, от судьбы. Вот за это время, пока будете идти, вы можете подумать, передумать. Мы вас в любом случае поддержим, Саша. Я не мечусь, я правда очень хочу. Вот тогда идите, больше не говорите нам ничего, просто идите. Куда, куда, как вам кажется, вы должны пойти. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Анатолий, 25 лет, номер 3073. Заместитель исполнительного директора в косметической компании. Модель и актер. Любит путешествовать и тщательно следит за своей фигурой. Ищет ухоженную девушку с безупречным вкусом. Жаклин, 25 лет, номер 3074. Певица и клубный диджей. Родилась во Франции, путешествует и много времени проводит в спортзале. Познакомится с красивым, талантливым и дерзким мужчиной, способным укротить ее буйный темперамент. Мы не знаем, выйдет Александра одна или с избранником. Я приглашаю всех, выходите. Давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Здравствуйте, Александра. Я решила, что ты действительно очень хороший человек. Мне так показалось, ты позитивный. Я честно не знаю, получится или не получится, но мне очень понравился твой подарок с пиццей. И для меня это правда очень... У меня это очень сильно трогает. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Александра и Андрей. Если вы одиноки, пишите на сайт Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с имени героя на номер 4151. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай пожелимся. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Я отдал 16 лет волшебному миру медицины. Значит, не в накладе. И в один прекрасный день я узнала, что он мне изменил с моей подругой. Ну-ка, подними. Нормуль. И он вам даже подарил колечко этого пивока. Может, это Джонина? АПЛОДИСМЕНТЫ Он пил 10 лет, но он скрывал то, что он пил. Роскошные поля. Царство дивных, прелестных звуков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова